Крестики-норики – одна из простейших игр. И тем не менее, она остается довольно популярной и имеет множество вариаций, включая Рэн Дзю – спортивный вариант крестиков-нориков. Рассмотрим вариацию игры на произвольном прямоугольном поле N на M, где для победы требуется выстроить ряд из К фишек подряд – по горизонтали, вертикали или диагонали. Каждая ячейка поля либо пуста, либо занята фишкой одного из двух игроков. В нашей реализации игроки представлены перечислением марк, имеющим два значения, крестик и нолик. Ячейка представлена синонимом MaybeMark, а игровое поле – списком списков ячеек, где каждый из вложенных списков представляет одну строку поля. Нам нужно реализовать функцию, определяющую победителя по состоянию игрового поля, если такое есть. Для реализации нам потребуется анализировать линии, строки, столбцы и диагонали поля, а для каждой линии находить сегмент из следующих подряд фишек. Похоже, нам предстоит изрядно повозиться со списками. Списки – это одна из наиболее распространенных структур в функциональном программировании. Хотя списки редко хороший выбор структуры для хранения, они вполне подходят для прототипирования. Ленивые списки часто используются в качестве управляющих структур, перенаправляя вывод одной функции на вход другой. Поэтому неудивительно, что для списков существует множество полезных функций. Мы уже знакомы с функцией map, которая применяет заданную функцию к каждому элементу списка. Конкатенация двух списков происходит при помощи операции плюс-плюс. Конкатенация списка списков при помощи функции concat. Развернуть список можно при помощи функции reverse. Иногда нам нужны не все элементы списка, и в таком случае полезна функция filter. Функция filter принимает на вход предикат для значений типа А, список элементов типа А и возвращает список, состоящий только из тех элементов, которые удовлетворяют предикату. Например, мы можем оставить только положительные значения в списке, используя функцию filter. В то время как функция filter оставляет все элементы, удовлетворяющие предикаты, иногда нас интересует только один результат. В таком случае используется функция find, которая принимает на вход предикат список значений типа А и возвращает значения типа maybe А. Напомню, что тип maybe А имеет два конструктора значений. Конструктор nothing – это аналог пустого списка для maybe А, он не содержит ничего. Конструктор just может хранить ровно одно значение типа А. Таким образом, maybe А – это ноль или одно значение типа А. Функция find таким образом возвращает nothing, если ни один элемент заданного списка не удовлетворяет предикату, или just x, если x – это первый элемент входного списка, который удовлетворяет предикату. Функция lookup ищет значения в ассоциативном списке по заданному ключу. Она принимает на вход ключ, список пар ключ-значений и возвращает значения, если пара с заданным ключом присутствует в списке. Для сравнения ключей функция lookup использует ограничение EQA. Мы также знакомы с функцией take, которая оставляет лишь префикс заданной длины от входного списка. Ее противоположный аналог – функция drop, которая наоборот оставляет все кроме префикса заданной длины. Функция take while оставляет префикс списка, в котором каждый элемент удовлетворяет заданному предикату. Функция drop while, напротив, убирает префикс списка, в котором каждый элемент удовлетворяет предикату. Целый класс функций сводит списки к одному значению. Функции sum и product вычисляют сумму и произведение. Функции end и or вычисляют логическое и и логическое или, соответственно, для списка значений типа bool. Функция length вычисляет длину списка, не затрагивая его элементов, а функция lm проверяет наличие элементов в списке. Как мы видим, существует множество функций для работы со списками. Но есть одна функция, что правит всеми – правая свертка списка. Чтобы разобраться, сначала определимся, что такое свертка списка. Сверткой списка называется функция, проходящая по всем элементам списка, накапливающая результат и возвращающая его в конце прохода. Существует два вида свертки – левая и правая. Левая свертка проходит по списку слева направо, а правая – справа налево. Если быть точнее, левая свертка – это функция высшего порядка, принимающая на вход три аргумента. Функцию шага свертки, начальное значение аккумулятора и список, по которому необходимо пройти слева направо. При левой свертке функция шага сначала применяется к начальному значению и первому элементу списка. Затем функция шага применяется к результату предыдущего шага и следующему элементу списка. Как мы видим, функция шага ассоциируется слева. Правая свертка также принимает три аргумента на вход, но проходит список справа налево. Сначала функция шага применяется к последнему элементу списка и начальному значению аккумулятора. Затем функция шага применяется к предыдущему элементу и результату предыдущего шага. Таким образом, при правой свертке функция шага ассоциируется справа. Поначалу может показаться, что правая свертка неэффективна. Действительно, кажется, что для выполнения первого шага необходимо пройти весь список до конца. Однако мы должны помнить, что в Haskell ленивый порядок вычислений. А значит, в первую очередь будет выполнен тот шаг, который не находится в скобках. Для левой свертки это шаг с последним элементом, а для правой – шаг с первым элементом списка. Выходит, если функция шага свертки не требует вычисления второго аргумента, правая свертка завершится мгновенно. При этом, если функция шага свертки не требует вычисления первого аргумента, левая свертка все равно будет вынуждена пройти входной список до конца. Различие правый и левый сверток дает им две различные области применения. Если функция шага свертки ленива, например, логическая i, подойдет правая свертку, поскольку она может завершиться, не доходя до конца списка. Если же функция шага свертки не ленива, например, сражение или максимум, лучше подойдет левая свертка. Правая свертка – это естественная свертка в списке в том смысле, что ее аргументы соответствуют правым частям уравнений при обычном определении функций над списками. Поскольку в уравнении для непустого списка функция шага свертки g находится на верхнем уровне, именно она определяет, будет ли вычисляться хвост списка. Это позволяет правой свертке завершиться, не доходя до конца входного списка. Например, функция end может быть реализована при помощи правой свертки. В действительности, поскольку правая свертка соответствует обычной рекурсивной функции над списками, с помощью нее можно реализовать любую из ранее упомянутых функций. Попробуйте реализовать функцию фильтр, используя правую свертку. Левая свертка вынуждена проходить список до конца, поэтому не получает никакого выигрыша от ленивого порядка вычислений. Однако она может быть эффективна при энергичном порядке вычислений. Функция fold l' – это энергичный вариант левой свертки. С функцией fold l' – проходя список слева направо, на каждом шаге мы будем вычислять новое значение аккумулятора прежде, чем перейти к следующему элементу списка. Это позволяет избежать раскрытия свертки в большое выражение. Функции sum, product и length работают эффективнее, если реализуются с использованием энергичной левой свертки. Окей, что если у нас на входе два списка? Функция zip позволяет сжать два списка в один, объединяя элементы попарно. При помощи функций zip и map мы можем вычислить скалярное произведение векторов, заданных списками. Итоговый список, выдаваемый функцией zip, имеет длину, равную длине самого короткого из входных списков. При этом хвост длинного списка не используется и не будет вычислен. Комбинация функций zip и map встречается настолько часто, что существует функция zip with, являющаяся их композицией. Мы можем упростить реализацию скалярного произведения, используя функцию zip with. Вернемся к определению победителя в игре крестики-нолики. Для определения победителя нам необходимо построить список всех линий игрового поля. Затем определить победителя для каждой линии. И, наконец, выбрать первый результат из итогового списка. Линии игрового поля это строки, столбцы и диагонали. Представление игрового поля это список строк, поэтому для получения строк нам не нужно ничего делать. Для получения столбцов нам необходимо транспонировать список списков. Для этого мы используем функцию Transpose из модуля DataList. Для получения левых диагоналей, начинающихся на верхней границе поля, мы сначала отбрасываем ячейки под диагональю при помощи функции ZipWithDrop, а затем транспонируем результат. Левые диагонали, идущие до нижней границы поля, можно вычислить тем же способом для транспонированного игрового поля. При этом первая диагональ в обоих случаях будет главной диагональю, поэтому мы исключим ее из второго списка. Правые диагонали мы можем получить просто вычисляя левые диагонали для отраженного игрового поля. Отразить поле мы можем при помощи функции Reverse. Чтобы определить победителя на линии, разобьем ее на сегменты, состоящие из одинаковых фишек, а затем найдем сегмент с нужным числом фишек подряд. Чтобы разбить линию на сегменты, реализуем функцию Segment. Если линия пуста, сегментов нет, иначе мы начинаем сегмент, он будет состоять из элементов, равных голове списка. Таких элементов будет ровно на один больше, чем в префиксе хвоста списка. Чтобы вычислить оставшиеся сегменты, мы удаляем префикс и рекурсивно вызываем функцию Segment. Заметим, что поскольку TakeWhile и DropWhile ленивы, функция Segment также ленива. Теперь, чтобы определить победителя среди сегментов, пройдемся по списку сегментов, используя правую свертку. Шагом свертки будет функция CompareSegments, которая проверяет очередной сегмент, и если он состоит из фишек игроков и имеет нужную длину, то мы знаем победителя. Иначе просматриваем список дальше. Поскольку функция CompareSegments ленива по второму аргументу, поиск победителя линии будет вычисляться ленивым образом. Остается выбрать победителя из списка победителей линий. Этот список состоит из значений типа MaybeMark, и нам нужно выбрать первое значение Just, если такое имеется, либо вернуть Nothing. Реализуем эту функцию также при помощи правой свертки. Шагом свертки будет функция First, принимающая два значения типа MaybeMark и возвращающая первое значение с конструктором Just, если такое есть. Функция First ленива, как и все предыдущие функции, а значит вся функция Winner ленива и будет выполнять минимум работы. В частности, если линия победителя находится в строке, столбцы и диагонали не будут вычисляться и проверяться. В качестве упражнения реализуйте евристическую функцию Estimate, оценивающую ситуацию на поле. Эта функция считает длину всех сегментов для каждого игрока и возвращает пару суммарная длина для крестиков, суммарная длина для ноликов. Заметим, что суммарная длина может быть больше количества фишек на поле, ведь некоторые фишки могут участвовать в двух, трех или даже четырех сегментах. Ссылка на проект Крестики-Нолики находится в описании под видео. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok